Так, ребят, всем привет! И мы сегодня с вами проговорим про замасливание. Про замасливание, про масла. Любочка, отключи, пожалуйста, на секундочку микрофон, сейчас расскажу, а потом подключу, значит, у нас тейха будет. Ага, вот, и очень много вопросов от таких ребят, как, от ребят, как перейти на автономию, что такое автономия, какие нужно начать действия делать, как делать чистки. И я посмотрю на канале, сколько у нас советчиков, и кто-то делает чистки прям каждый день, кто-то делает клизмы ежедневно, кто-то начинает годами гнать глистов. Но это настолько, мне кажется, вы все-таки это не через любовь к себе, а именно через какие-то аскезы. Вот я сейчас все вычищу, вычистите, вы до чего хотите, чтобы у вас осталась одна кожа, а остальное прям, чтобы у листа мне негде было быть, нечего было там делать. И когда вы идете в чистки, я не против чисток ни в коем случае, я только за, но всегда говорю, что с головой. И наше тело очень часто страдает от того, что у него нет жиров для дальнейшей его работы. Тех жиров, которые нам необходимы просто для нашего организма. Тех жиров, от которых люди начинают страдать. Начинает страдать печень, начинается ожирение печени, это когда не хватает наших полезных жиров. Начинают работать, естественно, дальше идем почки надпочечники. Почки надпочечники, когда им тяжело работать, они загущают кровь, они не могут так очистить наше сердце, наш папаночек перестает работать в нашем привычном режиме. Начинает работать в нашем привычном режиме, идет все в нейросети, идет все в голову. У нас начинается в ранних степенях, в раннем возрасте. Посмотрите, насколько это болезнь, по-моему, молодела деменция. И сколько мне пишет народ, что у них стала очень плохая память. И с печенью большие проблемы. И вот, ребят, мы в марафоне, который стартует уже в марте, скорее всего, в марте-феврале, скорее всего, стартует, где мы с вами пойдем на длительные сухие дни, достаточно длительные, на 7 сухих дней. Я тогда буду рассказывать прямо пошагово, как заходить, как выходить. И каждый день мы с вами будем вести эфиры, я буду рассказывать, что происходит в первый день с организмом, что происходит с головой, с психикой. В второй день, что происходит в вашем организме, какие процессы, как с этим работать психологически, как реагировать на внешнюю среду, на наших близких, которые за нас переживают, что мы находимся, что мы не покушали, не позавтракали и перешками не закинулись. То есть мы об этом во всем поговорим. Но чтобы подготовиться, я всегда очень ребятам говорю, что прежде чем зайти на сухие дни, нужно перед тем, как побыть на какой-то легкой пище, желательно перед сухими днями минимум, минимум, только в экстренном порядке минимум. А так, хотя бы три дня с утра позамаскиваться. И сегодня я пригласила, то есть вы прекрасно знаете мой образ жизни, вы знаете, что я уже более десяти лет во всем вот этом откручусь. И, конечно, за свои десять лет я очень много перепробовала масел, правда много. И сейчас это будет не реклама, а сейчас это будет просто, я делюсь с вами, тем человеком, тем открытием, который мне зашел. Вы можете воспользоваться, у вас, может быть, свои какие-то есть другие пристрастия, либо другие какие-то предпочтения к людям, к маслам. Но сегодня я бы, конечно, хотела бы поговорить и представить вам Любу, которая делает с радарным маслом, по которой я покупаю более, ну, где-то около года, наверное, может, чуть поменьше масла для детей. И я очень люблю волосы, сделать волосы с маслом для кожи, конечно же. Вот. Ну, и у нас всегда есть дома с раздавленной первого отжима масло. Я бы хотела дать сейчас слово Любу, чтобы она представилась и рассказала о маслах, какие есть масла, какие предпочтения и для чего эти масла. И как можно к ней, ну, как можно связаться. Связаться вы можете точно так же через меня, либо там Люба даст свои контакты, выложит, расскажет, как связаться. Наверное, так это будет. Вот. У нас там еще приготовлен для вас сюрприз. Мы напоследок вам оставим его. И, ну, просто очень много вопросов, какое масло лучше, а для чего лучше. И вот как раз Любочка дает тебе слово. Спасибо, что ты здесь с нами. И расскажи нам, пожалуйста, о маслах и себе. Всем добрый вечер. Меня слышно? Хорошо. Да. Мы с мужем, я, меня зовут Люба, мы же зовут Евгений, занимаемся маслами. Мы сами тоже имеем троих детей. Нам очень важно, чтобы наши детки были здоровыми. И тоже с нами хотим дольше жить, чтобы память была хорошая. Мы хотим жить в полноценной хорошей жизни. Поэтому мы долго выбирали. Вообще, с начала того, как когда-то я попробовала масло, вот просто, думаю, почему оно такое невкусное? Как-то, ну, нет, задался такой вопрос. И потом я стала читать, изучать, а как это масло делается? Оказывается, что то масло, которое мы ели много-много лет, рафинированное. Вот оно есть, аллокадо-масло, там, оливковое масло. Его ужасно делают с помощью химии. Это масло стоит годами, не пропадает, но там ничего полезного нет. Даже больше это масло не полезно. Не буду говорить, сами посчитайте. Это вообще просто нельзя кушать. Поэтому мы пытались покупать, искали тоже производителей. Нашли шнековое производство. Вроде бы как бы лучше, без химии, но там давится с помощью шнека. А шнек это металл, из металла сделан. И поэтому масло имеет такое свойство, что от металла оно окисляется. И получается, те витамины, те микрожирные кислоты, которые нам нужны, чтобы клеточки наши напитывались, чтобы шла весь белковый процесс в организме, нам нужны живые, именно не окисленные живые жирные кислоты. А от металла они окисляются. Поэтому мы так, надо что-то еще дальше искать. В итоге мы нашли ребят, которые в Сибири, у них бочонки. И они прямо вот берут орешки кедровые, засыпают бочонок в мешочек и давили масло. Мы как попробовали, нам так понравилось. Это такая вкуснятина просто. Вот просто гастрономическое удовольствие. Но потом оказывается, что это масло, оно очень питательное. В плане, там нет окисления. И все, что в кедре, самый-самый сок, попадает в масло. И наше сразу здоровье стало лучше. Мы стали как-то моложе, мне вот 44 года. Стали выглядеть лучше. Нам стали все замечать, даже, о, как-то вы хорошо выглядите стали. Да, вот всего лишь из-за масла. Стоит поменять просто один продукт в рацион. Мы, конечно, ели хлеб. Но сейчас мы уже стараемся хлеб тоже сами делать, чтобы не из белой муки. Но это отдельная тема. В общем, масло очень вкусное. У нас 16 видов масла. Я вот даже, если видно, показываю, как мы работаем. Вот бочонки. В них засыпаются семена. И уже потом давится прямо в бутылочку. Живое, настоящее масло. Надо просто попробовать. Кто не попробовал, трудно объяснить. Тоже меня спрашивают, какой она на вкус, какой она на запах. Ну, волшебное. Очень вкусное. Вот. Значит, 16 видов масел. Ну, наверное, все многие слышали про льняное масло. Многие покупали в магазине, в аптеке. Это вообще ужасная гадость. Да, вот льняное. Я тоже это проходила. Когда-то покупала. И я думаю, надо же пить. Это же полезно. Ну, нет. Я всё-таки не смогла его пить. Я его сюда выбрасывала. Но когда мы сделали своё льняное масло, я его сейчас ем каждый день. Знаю. Вообще. Обожаю. Две столовые ложки масла я каждый день съедаю 100%. Оно настолько вкусное. И вот даже обычная еда оказалась та же самая гречка. Если забрать её льняным маслом, ну, я не знаю, не нужны никакие рестораны. Это очень вкусно. Очень. К тому же, омега-3 в льне больше всего. А это наша память. Это наши сосуды крепкие. Это наш гормональный фон для девочек. Это очень важно, чтобы не было скачков в настроении. А то плачу, а то смеюсь. Это всё выравнивается. Мы, к тому же, ещё долго выискали поставщиков. Брали разных ездей. Попадалось нам совершенно разное качество. Но сейчас мы заказываем лён из Алтая, из Барнаула. Поскольку там короткий день созревания. Ну, в общем, для льна там самое лучшее место для созревания. Делали анализы, показатели выше. Мы, в общем, даже везём лён за 1500 километров. Чтобы было лучшее, самое лучшее масло. Также мы давим, получается, конопляное масло. Многие там хихикают. Ой, коноплю давите. Но на самом деле конопляное масло, оно такого зеленковатого цвета. И в нём очень много хлорохила. Хлорохилл это даже жирковые клетки подождает. То есть вот многие у нас даже покупатели, они... Ну, конечно, если там уже какая-то крайняя степень, тогда, конечно, я уже не знаю, как там. В общем, берут конопляное масло для укрепления иммунитета деткам. Есть просто слабенькие детки, которые... Или от рождения, вот, это слабый иммунитет. И я всегда рекомендую начать с конопляного. Еда, мама потом очень радуется, чтобы она как-то активнейшая стала, как-то здоровее. Работает буквально с первой ложки. Тыквенное масло. Это вообще для мужчины. Наверное, все мужчины слышали, что тыквенные семечки. Ну, обычно это потенцию поднимает. Ну, вот все мужчины знают, что им надо. Но у нас тыквенная семечка, она необычная, как вот там вот. У нас тут есть такая, да, здесь обычная в кожуре. У нас нет, у нас без кожуры. Я вот сейчас она покажу сейчас. Сейчас, секунду. Вот такая она, красивая, темно-зеленый цвет у нее. Что самое ценное, в ней очень много цинка. А цинк, он иммунал. Снимает все воспаления. Вот когда был коронавирус, все пили цинк. Потому что, чтобы не осталось воспаление. Вот в таких семечках очень много цинка. Поэтому у нас мужчины пьют и говорят, да, работает, чувствуем себя прям хорошо. И не только для мужчин, а для женщин как же хорошо. Там масса-масса свойств. И ЖКТ лечит. И получается тоже гормональный фонд выравнивает. Также противополазитарное можно как использовать. Как слабый. Ну, такой слабый, чтобы не навредить. Дайте мне таблетками из аптек. У нас еще есть ореховые масла. Это, вот я уже говорила, кедровое, грецкое орехо, миндальное. Абрикосовые косточки. Видите, масла очень классно для кожи. Для ухода за волосами тоже. Просто на влажные волосы, на кожу, или на влажные волосы наносите после душа. Напитывается, блестит. Мне даже пишут, лучшее средство. Уже кто пробовал, все говорят, лучшее я не встречала. Так и есть. Конечно, хвалю, но так оно и есть на самом деле. Дальше масло расторопши. Это, вот все его знают, что расторопши, она помогает для чистки печени. Тоже у нас она из Алтая. Мы тоже выбирали самое лучшее. Вот выбрали там. Она там как-то вот более, более такой насыщенный вкус получается. Даже чисто визуально. Расторопши нужно пить курсом по одной чайной ложке три раза в день. Желательно месяц. Вот за этот месяц, получается, организм запускает очистительную систему. Токсины, всякие шлаки выходят естественным путем. А клеточки печени, они восстанавливаются. Все организм делает сам. Мы только даем ему питание. Что у нас еще? Кунжутное масло. Кунжутное у нас тоже любители девочки любят. От них очень быстро растут волосы и ногти. Вот они замечают, потому что там много кальция. Говорят, я, говорит, не успеваю пререзать. Ногти раз и растут, и растут без конца. Подсолнечное, кстати, мы тоже делаем. И оно очень сильно отличается от, конечно, магазинного не буду говорить. Даже кто давит, вот эти на руки, кладется масло подсолнечное такое. Оно там, скорее всего, не знаю точно, но оно такое коричневатого цвета. У нас оно такое зеленцовое. И вкус вот такой, знаете, старых семечек из шляпки. Как-то даже с рейховым каким-то вкусом. Очень вкусно. Это же в салатах, с капусточкой, с огурчиками. Очень вкусно. Ну, что еще у нас есть? Рыжиковое масло. Рыжиковое масло. Все думают, это что у вас, из рыжика, из грибов? Нет, это есть такое семена, рыжик. Он такой мелкий, как лен, только мельче, рыжего цвета. Мы, когда бываем на ярмарках, на выставках, у нас там сметают. Просто можно все попробовать. И там такой вкус, вот такой зелень у него. И все. Вот, это точно беру. Точно всем подходит. Также мы делаем кокосовое масло. Оно вот ароматное. Потому что у нас стружка без диоксида серы. Видите, мы все, чтобы натурально было, стараемся. Мы заказываем прямую поставку у нас из Шри-Ланки. Очень вкусная. Вот, если кто любит там кашу с таким вот вкусом, так, чтобы это было вот очень. Добавляют. Кстати, еще кокосовое масло добавляют в кофе. То есть, вы, может, слышали, есть такое кофе. Называется пуленепробиваемый. Почему? Потому что, ну, очень сильно большой заряд энергии. Вот, кто пьет кофе по утрам, туда можно добавить ложечку кокосового масла. И энергии столько, в два раза больше. И дольше не хочется кушать, потому что, ну, жиры, естественно. И они, вот, получается, дают долгую энергию. То есть, вот, почему вот желательно вот все масла с утра принимать. Понимаете? И потом у вас долго вот энергия, прям силы. У питания, получается, организм получает полноценное питание. Ну, в общем, мы с мужем-то как-то сидели, думали, а вот какой еще такой продукт, вот, настолько натуральный, настолько чистый, вообще вот еще есть. Вот мы тоже так вот думали. И вот, как бы, наверное, нам вот сложно сейчас наше время, чтобы вот без всякой обработки, без всякой там какой-то выпечки, то есть без всякой температуры получить настоящий живой продукт. Что вам еще хотел сказать? Да, ну, у нас тут вопросов нет, но это, наверное, основное. И, наверное, знаешь, будет здорово, если ты у нас примешь участие в марафоне. И там у меня для марафонцев, для ребят у меня будет отдельная тема прям про масла. Но это будет не просто про масла, а какое масло лучше выпить для такого, либо для такого состояния. И мы с тобой об этом поговорим. Потому что каждое масло, ребят, это не просто источник полезных жиров, но это состояние. Это состояние вашей внутренней. То есть бывает такое, что, например, ты психологически можешь не кушать там столько-то, столько-то, но физиологически тебя вроде как тянет покушать. Тогда это одно масло тебе может помочь. Просто ты можешь с утра, вместо того, чтобы выйти из сухих дней, ты можешь правильно выпить правильное маслице. И еще спокойно идти на этом масле еще очень долго, долгие часы. Либо есть состояние, когда тебя просто разбирает гормоналка, начинает скакать просто до десятого этажа. То есть она настолько начинает тебе шатать, ты вроде бы и есть не хочешь, вроде бы никто не соблазняет. И вот это состояние дергучести, это состояние, что то ли у тебя слабость какая-то, то ли тебе хочется что-то поделать, а делать ничего не хочется. Такое тоже бывает. И мы, конечно же, о всех этих состояниях поговорим. Мы поговорим об этом и на уровне аромамасел, и на уровне таких масел, и на уровне, конечно же, мы заведенем тему и камней. Ну и, конечно же, любимое наше ковыряние в голове, это то, что я люблю больше всего, откуда это. Это самый простой музыка, на самых простых вещах, которые мы для чего-то, для себя запутали. Так, сейчас вопросики почитаю, вроде бы есть вопросики. Так, а где вы находитесь, как вы называетесь? Мы в Краснодаре, называемся мы «Масло с любовью». Масло с любовью. Во-первых, я люба, но и делаем мы все с любовью. Вот, доставляем мы через ДЭК. Вообще, на нас заказывают по всей России. Каждый день я отправляю, ну, больше, много посылок, вот только недавно отправила. И у нас Владивосток заказывает, и Алтай, и даже, я не думаю, забыла обращать, но берут у нас масла. Это же главное, чтобы еще подходить, потому что мы моем семена, мы моем орехики. Потому что масла дают многим, но как они дают, это вопрос. Поэтому люди пробуют, пробуют, и говорят, нет, мы хотим у вас взять. Пожалуйста, всегда рады. Заказать можно масла у нас, можно мне написать все лично, можно написать на наш сайт, там тоже принимают оплаты, там даже удобнее, там можно выбрать, как бы почитать, там больше информации на социальных сетях. Вот. И второй вопрос. Есть ли на маркетплейсах ваша продукция? Да, мы есть на Азон, и есть на Яндекс.Маркете. Тоже, честно говоря, очень много там заказывают, там нужно отзывы почитать, всем нравится. Так, ребятки, если вопросов больше нет, то тогда мы, наверное, сделаем завтра. Завтра, во-первых, у нас будет эфир в закрытом клубе. Вот. И завтра же мы сделаем эфир, потом еще открытый. Я расскажу и отвечу на самые каверзные вопросы по сухим дням. Это будет как... Я буду рассказывать, что будет на марафоне касания вечности, где мы будем находиться на чистых днях. Потому что информации очень много всякой. И нет понимания людям, зачем это идти. Зачем идти в группу, зачем идти туда, если есть только информация. Вы можете сделать сами выбор. Я просто расскажу, что будет здесь, а вы уже примете то, что вам будет откликаться. Вот. Спасибо тебе, Любочка, большое. Долго с тобой не прощаемся. А, и еще самое главное. Ребят, у нас еще Люда дала нам такое, скидку, да. А если с промокодом LAFLANA, то будет сколько скидка, пожалуйста? 15%. 15%. Вот. Ребят. Так что все для вас. Все. Мы с вами надолго не прощаемся. И благодарю вас, что были сегодня с нами. Всем огромное спасибо. Спасибо, Любочка. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.